что ж друзья он приветствую всех с кем не знаком меня зовут владислав ванин и сегодня мы с вами постараемся рассмотреть такую серьезную тему по поводу того где у нас коренятся зависимости пристрастия и о роли лярв или так называемых энергетических сущностей в нашей жизни честно говоря не припомню такого какого-то мероприятия или семинара тем более перед которым было настолько тяжело вот вы не обращать внимание мое это состояние такое я думаю к концу лекции будет понятно почему хотел бы начать эту лекцию с такого вопроса к вам скажите пожалуйста как вы считаете все ли поступки все ли какие-то цели в жизни все ли желания человека принадлежат самому человеку то есть все ли это человек сам совершает осознанно и если какие-то аспекты которые влияют на принятие решения человека на то к чему он стремится какие у него вот желания да или какие поступки он совершает какие у него там на вкус и так далее вот если возможно скажите пожалуйста если то есть я имею ввиду все ли то что человек совершает жизни он совершает осознанно сам без всяких там аспектов которые могут влиять на принятие им решения но хорошо просто а если среди вас люди которые считают да я согласен но просто существуют люди которые вот считают что человек сам всегда принимает решение и все что он делает все что он желает к чему стремится своей жизни он выбирает это сам если такие люди кто так считает и что никакие другие факторы не влияют на принятие решения человеком но с вами попроще значит будет общаться на эту тему и я хотел бы начать эту лекс что если что больше чем человек ну да я соглашусь если кстати у вас будут какие-то вопросы или какие-то альтернативные точки зрения вы пожалуйста во время лекции сказывайте пожалуйста поднимайте руку и мы с вами подискутируем то есть у нас лекция беседа я постараюсь не сбиваться так вот я хотел бы начать с тех факторов внешних которые могут влиять на принятие решения человеком и такой основополагающий фактор он конечно не является решающим но он такой довольно весомый фактор в наше время это я думаю вы согласитесь реклама если кто-то занимался бизнесом до какой-то проект пытался реализовать или какое-то направление открыть то вы я думаю понимаете что без такого весомого рекламного бюджета ваш проект просто не выживет в современном мире даже вот чтобы провести какое-то мероприятие тот же вот семинар нужно определенное количество бюджета вложить в рекламу иначе люди просто об этом не узнают и даже такие исследования производились что люди больше доверяют тому продукту или услуги которую они видели в рекламе вот у них будет выбор продуктовом магазине между одним продуктом и другим и они скорее всего большинство предпочтут именно тот продукт который они где-то видели у них в подсознании всплывет что я вот где-то вот это я видел поэтому я этому можно сказать безусловно доверяю да ну не все конечно люди но большинство вот так вот будут поступать и я думаю вы согласитесь со мной что реклама какие-то фильмы музыка они содержат в себе определенные факторы которые стимулируют нас к определенным желанием к тому к чему мы будем стремиться своей жизни хочу привести пример такой первый в голову пришел возможно вы слышали о таком фильме он старый карнавальная ночь называется фильм замечательный безусловно но к сожалению в нем есть определенные такие вот как раз вещи о котором мы о которых мы сегодня будем говорить это определенные мотивирующие программы и считается тоже есть исследование есть статьи на эту тему вы можете найти в интернете что после показа этого фильма началось как будто это сказать потребление женщинами шампанского то есть в этом фильме показано что шампанское пить это модно круто и в общем после этого начался определенный бум это лишь один из примеров я вот сейчас название фильма не помню но есть еще фильм касающийся не алкоголя допустим а где главные герои купили автомобиль и поехали на море отдыхать вот именно в этом фильме заложена программа такая что большинство людей под отдыхом данный момент времени понимают что вот нужен автомобиль мы садимся в него едем на море и там отдыхаем факт в том что после этого фильма увеличились продажи автомобилей то есть люди простимулировались к тому чтобы вот сказать у них образ внутри возник что вот так нужно отдыхать то есть на все ли согласны что вот фильмы музыка реклама на нас влияет было такое видео когда детям в детском саду попросили их изобразить как они представляют себе праздник и они начали брать стаканы ставить их на стол и соответственно к сожалению да дети видят дети повторяют и также частично я наверно коснусь у нас обширная тема такая но я постараюсь максимально емко каждого аспекта коснуться и в вы особо внимания не обращаете да как многие говорят ну для фона просто включил и все музыка также содержит в себе определенные стимулирующие факторы к действиям людей и даже если вы это не воспринимаете своим вниманием непосредственно своей оперативной памятью то это подгружается в вашу ваше подсознание и вы неосознанно будущем будете принимать определенные решения которые были пропагандированы в этой допустим какой-то мелодии в какой-то музыке есть приведу пример если допустим сейчас вот часто особенно такой жанр как попса там поется какой-то несчастной любви ты меня покинул я тебя потеряла там и так далее и если вот это слушать то человек даже не заметив сам он своей жизни будет проявлять такие же ситуации как в этой музыке вот то есть вот эти паттерны определенные стимулирующие они будут влиять на принятие им решений в будущем что касается вот этого аспекта да это у нас внешние аспекты и соответственно для того чтобы нам научиться самоконтролю и для того чтобы мы могли максимально самостоятельно принимать решения в этой в нашей жизни потому что я думаю что многие согласятся от наших действий зависит и наше будущее да и есть такое понятие как карма и здесь так скажем не особо имеет роль как человек принял это решение неосознанно или вот бессознательно да все равно определенные последствия за его решение к нему вернуться рано или поздно поэтому очень важно добиться именно такого осознанного действительно принятия решения то есть чтобы вы могли максимально это решение принимать сами без каких-то сторонних факторов которые могут на вас влиять и для этого соответственно рекомендуется соблюдать определенную информационную гигиену если среди вас вот есть люди которые посещали поднимите пожалуйста руки кто посещал ретрит и випассаны то есть погружение в тишину достаточно большое количество людей да и я думаю вы со мной согласитесь что вы при определенных практиках погружения в себя начинаете ощущать весь тот хлам который у вас внутри фильмы музыка они начинают воспроизводиться какая-то реклама опять же то есть все то что вы загружали в себя это на ретрите особенно выявляется согласитесь нет вот вам говорят в основном на ретритах существует такая методика как развитие однонаправленной концентрации внимания и вы стараетесь на каком-то объекте целостно сконцентрироваться собрать все свое внимание и сконцентрироваться на этом объекте но по факту на опыте у нас получается что мои вот прикладом усилия пыхтим а у нас возникают какие-то на периферии мысли вдруг музыка какая-то может включиться или какие-то образы возникнуть да и это нам уже более отчетливо начинает показывать насколько внешне эти факторы влияют на нашу жизнь и как я уже сказал очень хорошим инструментом для этого будет информационная гигиена определенная то есть вы должны стараться контролировать то что вы себя погружаете есть еще такой образ представьте что вы будете есть пищу да все то что вам попадается все подряд как вы думаете у вас случится отравление вот все что вам попадается да вы идите так вот на этом уровне информационном все что вы в себя загружаете если это будет постоянно и это будет противоречить одна информация другой и у вас случится отравление уже на уровне ума что я даже не знаю что хуже физическое отравление или отравление на уровне ума вам потом этот беспокойный отравленный принесет такие беды в жизнь поэтому сам вот на первых випассанах который проходил ощутил вот это да когда ты абстрагируешься от всех этих внешних вещей ты начинаешь понимать что действительно внутри тебя определенный такой винегрет информационный который нужно разгребать для того чтобы нам дойти до своей сути для того чтобы нам научиться контролировать себя так вот и мы частично коснулись вот этих внешних каких-то факторов да но я больше хотел бы посвятить сегодняшнюю лекцию таким более тонким энергетическим фактором которые тоже даже я бы сказал больше влияют на принятие решения человеком то есть внешняя реклама фильмы музыка и так далее это весомый фактор но он не абсолютный а вот этот фактор определенный тонкий энергетический он даже больше вес имеет на принятие решения человеком на его вообще жизнь в целом и скажите пожалуйста также обращаясь к залу поднимите пожалуйста руки кто слышал такие понятия как тонкие структуры лярвы энергетические паразиты ну и так далее много разных существует синонимов отлично так вот тема сложная в том плане что если внешние факторы мы можем вот вы со мной согласились я вас попросил поднять руки кто не согласен что они на нас влияют да все согласны то вот эти тонкие факторы энергетические они их как бы не каждый человек их может ощутить потрогать как-то своей жизни какой-то опыт накопить да но при определенных усилиях на самом деле это возможно хочу привести пример который большинство наверняка наблюдала но это крайность такая определенная да что вот существуют какие-то одержимые люди какие-то бесноватые особенно в церкви церквях это проявляется да наверное видели какие-то видео что при определенной какой-то церковной службе вдруг человек какой-то может там вести себя мягко говоря неадекватно наверняка наблюдали так вот это говорит о чем о том что у этого человека есть какие-то энергетические такие же факторы которые этим человеком управляют которые вот просто сказать как вот с лошадью да накидывают на лошадь узду и рулят лошадью также и человеком но это крайность определенная до которому большинство людей эту крайность воспринимает как что-то ненормальное да но в нашем мире многие допускают определенную одержимость ну такую не вот такая крайность да когда человек совсем неадекватный он там начинает бегать там кричать и так далее бесноваться да а вот какую-то другую одержимость люди часто считают нормальным ну то есть как пример с алкоголем например да когда человек алкоголик когда вот он уже вообще все в своей жизни потерял это считается ненормальным а если человек допустим по праздникам выпивает но это же нормально вроде ну как бы это такая дозированная одержимость можно сказать да но это люди не воспринимают это как одержимость это ну норма определенная там курить там три пачки в день это нормально а по одной сигаретке там иногда под кофе там на обеденном перерыве это точнее это нормально это такое как бы вот и я бы хотел рассказать здесь о тех сущностях которые могут очень сильно влиять на жизнь человека это так называемые тонкие структуры лярвы страсти писаниях по йоге вы можете встретить если читали определенные писания что наш мир вообще вот этот в котором мы существуем он называется мир страстей мир желаний тоже до слышали такое описание мир страданий да но вот часто используют мир страстей мир желаний потому что его обитатели обладают определенным количеством основных желаний которые они хотят удовлетворить и вот эти лярвы вот эти страсти я даже мне не нравится вот это термин паразиты да потому что можно подумать что этот паразит если на физическом плане у нас есть какие-то там допустим клещи или там черви какие-то еще что-то до которые управляют сознанием то на энергетическом плане у нас также есть вот эти паразиты но они не совсем паразиты они на самом деле вообще считаются хозяевами этого мира слугами наверное хозяев на этого мира существует так называемое божество тоже в писаниях по йоге можете прочитать мара так называемый и вот эти лярвы и другие какие-то сущности они являются лишь слугами этого божества и они не паразитируют они конечно скачивают определенное количество жизненной энергии да они питаются тонкие структуры питаются жизненной энергии человека здесь также у меня возникает определенный образ которым я хотел бы поделиться помню я видел картинку где нарисовано нарисован курятник и написано вот курятник да и кур пасут люди и нарисованы такие большие высотные новостройки дома с огромным количеством квартир и написано пчеловейник кто же тогда людей пасет то есть вот люди пасут животных а кто же людей тогда пасет но это же как сказать у нас же большой такой большая наша планета земля и почему бы нам там не построить какие-то эко-дома там да зачем в одном месте строятся такие большие сооружения на тысячи квартир ну для чего как вы считаете да вот тонкие структуры определенные они обладают таким свойством что например на природе они не выживут и для того чтобы им питаться энергии человека они должны находиться вот в таких клеточках до бетонных особенно то есть как сказать определенный такой инкубатор да пчеловейник так скажем так вот но нельзя повторюсь назвать этих сущностей паразитами потому что они просто так человеку не приходят вот допустим человек какой-то одержим тем же самым опять же повторюсь алкоголем да он сколько бы ему люди не говорили там это вредно ты и так уже всю свою жизнь там до теряешь зачем ты это совершаешь а человек не слышит это говорит о том что на нем определенная сущность так скажем сидит и управляет этим человеком но это не просто так происходит то есть эти сущности как слуги мары они лишь воздают долги людям то есть если человек в этой жизни либо своих прошлых жизнях спаивал людей то в этой жизни это ему возвращается вот этой сущностью которая на него напрыгивает и заставляет его делать то же самое что он делал с другими людьми поэтому и говорится что не делай другому то что себе не желаешь если вы считаете что какой-то поступок по отношению к другому человеку как вот олег говорил до этого что здесь других нет здесь есть определенная целостная сущность которая просто проявлена по по-разному то есть она как как отдельные существа да но на самом деле если глубоко копать мы все с вами являемся как вот у нас есть организм в нем есть клетки и эти клетки вроде тоже в организме отдельно но в совокупности они образуют целый организм если какая-то клетка начинает вредить организму то она вредит и самой себе потому что она является неотъемлемой частью организма также и мы если мы по отношению к другим поступаем как-то негативно то это нам возвращается как раз таки определенной зависимостью пристрастием одержимостью в будущем скажите пожалуйста на данном этапе лекции у вас какие-то вопросы или да да благодарю за вопрос я хотел как раз этот аспект тоже рассказать что ну вот если вы будете определенному человеку да даже рассказывать показывать какие-то лекции какие-то научные труды он может не услышать да но если человек подходит к тому что у него сказать он отказывается от этой зависимости это говорит о том что у него эта карма подошла к концу вот и тогда он по своей карме встречает какой-то труд либо научный либо какую-то лекцию либо какую-то статью он ее читает и казалось бы благодаря этой статье или этому фактору внешнему он вдруг осознает что так делать не надо на самом деле у него карма просто закончилась и он соответственно избавился от определенной насильственно если поместили ну да здесь химса уже получается случай есть есть случае добровольного помещения в себя в такие условия это вот если вы есть принудительное да и вот особенно в 90 есть пример когда родители детей когда наркотики только как сказать хлынули в россию если вы как сказать слышали такие случаи что действительно родители звонили определенным структурам привозили детей наручником батареи и говорили что как бы так делать не надо да не могу сказать что это такой как бы лучше но под помогает потому что обусловленная карма вот это она закончилась вот только поэтому помогает иначе если человек своих там прошлых жизнях или в этой жизни вот действительно большое количество людей мотивировал к определенным негативным поступкам как он может избавиться от этого то есть если у нас определенный закон баланса во вселенной существует он может сгладить эту карму вот с помощью занятий йогой кстати вот вы сегодня же ощущали определенные аскезы определенный дискомфорт да когда у нас была практика йоги здесь так вот считается что если на человеке есть какие-то сущности которые питаются его энергией которые мотивируют его к определенным не совсем позитивным поступком и он приходит на йогу допустим или совершать какую-то другую аскезу то то что вы допустим ощущали сегодня если на вас какая-то сущность есть то она ощущает то же самое то есть энергетический паразит он как единое целое с вашим энергетическим телом и если вы работаете над своим энергетическим телом с помощью вас кез то этот паразит так скажем тоже ему не сладко и если вы будете продолжать это делать допустимые аскезы к себе применять то скорее всего эта зависимость отвалится и вы сможете более широко посмотреть на действительность потому что эти лярвы эти тонкие структуры они любят комфорт не любят там когда как сказать уютно комфортно тепло что говорите ну скажем тогда можно так сказать они вот еще любят грязь когда беспорядок какой-то то есть они в этих местах помимо каких-то физических паразитов там в грязном месте могут завестись как раз энергетические паразиты так вот паразиту мой сам сказал что не нравится словами что-то лярви проще найти человека который любит комфорт который не занимается собой и сидеть на нем чем на том кто допустимая скидок себе применяет применять себя скезу что да и что происходит за счет чего как работает механизм аскеза что с энергетическими каналами происходит зависимость как уходит а ну если я правильно понял вопрос существуют же разные точки зрения да то есть ну если я правильно понял опять же если нет вдруг то расскажи пожалуйста олег то есть у человека на энергетическом плане в его тонком теле существуют определенные каналы энергетические и на них находятся заторы да когда человек занимается практиками йоги если он до этого тратил свою энергию на сливал ее на какие-то пристрастия то энергия не могла подняться вверх вот как мы стараемся на випассанах или каких-то других йогических мероприятиях давать практики когда вы визуализируете что ваша энергия поднимается вверх голове если человек постоянно эту энергию сливает на зависимости и на пристрастие эта энергия не копится и не поднимается вверх соответственно она не вычищает определенные заторы в энергетическом теле если я правильно понимаю то есть эта энергия которую которые питаются ваша жизнь энергии которые питаются тонкие сущности она может служить как такой очищающий инструмент как инструмент по расширению сознания если ее постоянно тратить как я уже как я повторюсь то у вас просто не будет расширение сознания вы будете как хомяк вот по этой бегать по этому кружку да и и за дня в день если представить в теле человека допустим энергетические каналы как вот какой-то труба какая-то верда которая направлена то на определенных участках энергетического тела у человека заторы образуются ограничения такие энергетические ну как вот в трубе в какой-то засор может быть да и эта энергия которую вы сохраняете не тратите на пристрастие она при накоплении начинает подниматься вверх вымывать эти заторы энергетические я правильно если понял просто вот да в том числе здесь какие-то вопросы нет я к другой части тогда лекции перейду у нас время ограничено я постараюсь емко емче рассказать так вот существуют определенные методики по так скажем как я уже говорил если у человека есть определенная карма то он от нее избавиться совсем не может даже у практиков сильных прошлого есть примеры когда был очень сильный практик но если вот у него была карма что мы должны были там причинить какой-то вред то как бы он не старался избегать этой кармы он там улетал как сказать ну как-то пытался избежать вот этого у него это не получалось даже сильных практиков то есть это говорит о том что карма она всегда вернется но опять же повторюсь с помощью техник йоги мы можем нивелировать возврат кармы то есть более мягко его проявить и есть определенные методики в йоге которые позволяют также на время избавиться от влияния определенных вот этих сущностей чтобы человек мог более широко посмотреть на мир то есть эти сущности они нам также как шоры закрывают более объективное восприятие реальности и одни из этих методика например в йоге используются шаткармы сегодня олег рассказывал про шаучу чистоту на уровне тела речи ума в яме и не яме так вот на уровне тела существует определенные шат 6 карма действия 6 очищающих действий егических которые можно применять для того чтобы так скажем вас какая-то сущность оставила кто-то слышал о таком то есть чаще всего это если вот вы слышали про энергетическое тело человека которое состоит из в котором существуют определенные центры энергетические они еще называются чакры так вот если у человека на определенных энергетических центрах существуют засоры как вот я раньше говорил да или какие-то пятна так скажем энергетические то эти шаткармы позволяют ему очиститься и более широко посмотреть на мир если человек например гневливый какой-то раздражительный или же это это определенный засор на уровне муладхара чакры если человек чего-то боится у него возникают постоянно какие-то страхи или же сексуальные желания безудержные какое-то влечение такое то считается что от этих омрачений очень хорошо помогает такая практика как шанка пракшалана к сожалению не смогу более обидно подробно рассказать об этой практике я думаю вы сможете прочитать если что то есть если есть определенные проблемы связаны с раздражительностью со страхами с неудержимым сексуальным желанием то шанка пракшалана она помогает в этом плане то есть вы выпиваете определенный раствор соленый вода солью иногда добавляют сок лимона выполнять определенные физические упражнения асаны и за счет этого вода проходят через весь ваш организм через весь пищеварительный тракт и очищает не только на физическом плане но и что немаловажно на энергетическом то есть те определенные энергетические засоры которые у вас существуют в нижней части энергетического тела они вымываются также но если для физического тела нужно там ну в среднем 2-3 литра воды то для очищения энергетического плана необходимо чуть больше там около пяти литров там может быть все индивидуально но в среднем вот так то есть не только на физике но и на энергетике это все очищается также от от этих сущностей может помочь могут помочь аскезы как я уже ранее говорил то есть вот мы приводили пример такой сказать насильственным ограничением свободы а есть примеры с добровольным ограничением наверняка многие из вас слышали такое понятие как дольмены или какие-то пещеры когда практики прошлого уходили в затворничество и если даже человек уйдет в такой дольмен или в пещеру если он ничего не будет делать то эти сущности его автоматически покинут то есть ему даже не нужно никаких усилий прилагать если он перетерпит то что у него будет изнутри вымываться то они его покинут а если он будет прилагать еще определенные усилия использовать определенные техники то не только сущности его покинут он сможет свое сознание и себя развивать вот то есть чтобы избавиться от каких-то внешних энергетических воздействий необходимо поместить себя в условия которые исключают взаимодействие с внешним миром я вот про випассану мы говорили уже ранее да это очень хороший инструмент отследить свои зависимости и пристрастия и как следствие найти потом какие-то инструменты и найти выход из этого порочного круга то есть если у вас существует какая-то зависимость вы же сами понимаете что эта зависимость она у вас постоянно забирает энергию и внимание на себя и за счет этого вы не развиваетесь не эволюционируете вас энергия просто вытекает и она не помогает вашему сознанию расширяться и развиваться поэтому такие мероприятия как випассаны это не реклама скрытая но это действительно опыт так скажем свой опыт практиков прошлого опыт тех же самых писаний по йоге когда вот очень это отражено еще в таком писании как 100 тысяч песен миларепа свободном доступе есть миларепа точку русает может там прочитать у нас в клубе есть книжные варианты данной книги так вот как я уже говорил также воздействие на этих сущностей происходит на природе то есть на природе им гораздо тяжелее выжить если вы хотите лучше разобраться в себе то рекомендуется выезжать на какие-то чистые места энергетические вот опыт проживания горах одному спала вести дней отрезвляет очень сильно и как вот такой можно как бы здесь товашных условиях сделать здесь хорошо нет медведей то есть там в горах все это присутствует очень хорошо взять паланочку хороший тип лишь не так далеко у нас нет таких животных которые вас сидят но вы очень много узнать о своем уме достаточно в поход действительно в горы ходить сходить и я бы рекомендовал все-таки организованно да вот в какие-то места такие вот йога туры существуют в горы допустим существуют те же самые посещения мест силы вот коровая круг кайлаша очень такое сильное мероприятие тоже поход определенные в горы и так далее то есть определенные такие сильные места или хотя бы природа да потому что на природе этим сущностям гораздо сложнее выжить и там они вас могут оставить на какое-то время вы сможете по крайней мере посмотреть на себя более настоящего каким вы являетесь на самом деле без вот этих каких-то влияний и также рекомендуется практиковать вот мы сегодня завершим наш семинар мантры ом считается что мантры они также эти сущности они не любят мантры они не любят какие-то духовные практики вообще в принципе широком понимании то есть простирание хатха йога мантры парная мы и так далее вот все духовные практики они к ним относятся не очень поэтому если вы будете практиковать вы также сможете приблизиться к себе настоящему также на более приземленном плане помогает контрастный душ горячей ванны либо горячий душ либо кто может себе позволить всем не рекомендую конечно прорубь тоже то есть все те аскезы которые вы будете к себе применять они будут отражаться на этих сущностях им это не понравится они вас оставят ну по крайней мере на какое-то время считается знаете от кармы не уйдешь и в небе птицей в море рыбой всегда она тебя найдет так скажем вот поэтому конечно можете отсрочить то есть я к чему это говорю хотя бы к тому чтобы вы смогли на определенное время почувствовать как сказать увидеть себя настоящего освободиться от определенных якорей энергетических и еще что хотел бы сказать если возвращаться к нет сначала более важную вещь вот эти сущности как я уже говорил которые просто по карме приходят которые просто воздают долги да если сущность кого-то сосет забирает кого-то энергию значит у этого человека есть должок и лучшим наверное способом избавиться от сущности это определенная такая аналитическая медитация когда вы сможете осознать что вы делали не так по отношению к другим до к условным другим людям если вы сможете найти причину того чтобы совершали в прошлом и что привело к тому что на вас определенное сейчас у вас есть определенное пристрастие если вы это действительно увидите также в ретрите у людей происходят определенные тонкие опыты когда они вспоминают отрезки своих прошлых жизней или же погружаются в слои подсознания и доходят до каких-то ситуаций в этой жизни которые они могли не заметить то есть некоторые вещи они же совершаются неосознанно и человек мог не заметить вот этого поступка что привело к тому что он имеет определенное ограничение теперь определенную энергетическую сущность или пристрастие вот поэтому это наверное один из лучших способов то есть если как как еще говорится если вы урок определенной жизни не проходите то он будет повторяться скорее всего и все более сложной форме если вы урок этот освоите для чего вам это приходит то есть вас никто не наказывает там на зло вам не делает или не мстит это просто закон баланса и это вам приходит для того чтобы вы изменились как только вы коренным образом изменитесь внутри себя это очень сложно это обычно происходит через определенные можно сказать через слезы через боль вот коренные ну можно так сказать да то есть чтобы коренное изменение внутри произошло это нужно приложить достаточно такие хорошие усилия к себе а не сказать что да я вот же изменился вот же это как бы все хорошо нет на самом деле вот эти фундаментальные преобразования они требуют больших усилий достаточно и я еще здесь записал название фильмов которые я хотел бы вам порекомендовать что касается внешних факторов влияющих на нас том числе рекламы самые лучшие фильмы на этот счет это наверно прочесть мозги есть такой старый фильм кто-нибудь смотрел очень рекомендую там показана именно система сказать но лектор наверняка смотрел именно как вот реклама прочесть мозги да то есть какие инструменты там используют аморальные можно сказать для того чтобы контролировать общество вот люди тоже к сожалению не задумываются о том что то что они сейчас делают другими им это вернется то есть есть такое предположение что если нам также вот сейчас возвращается что-то значит в прошлом мы были недостаточно такими осознанными нравственными и совершали тоже негативные поступки поэтому мы имеем то что вот мы имеем 99 франков также фильм есть такой пошловатый немного но там показано как считается даже как сказать вот то что там показано там жесть определенная но на самом деле в рекламном мире который существует сейчас в эпоху кали-юги даже жестче всего к сожалению то есть настолько люди подходят к сказать то есть они вообще не обладают каким-то фундаментом нравственности они вот готовы на многие вещи для того чтобы стимулировать других ну чаще всего это просто для извлечения максимального количества прибыли или для контроля над людьми опять же если человек соба не как себя не контролирует значит контролирует его кто-то другой ну я думаю о фильме матрица многие слышали в нем именно уже показано если мы вот говорили о фильмах внешних факторов то внутренние факторы про лярв и так далее это фильм матрица там буквально первая первая часть матрицы и там начале фильма показано что вот какие-то главному героя на это щупальцы прикреплены да эти щупальцы отрываются его смывают то есть он как батарейка определенные также для тонкого мира вот также фильм я думаю многие слышали о нем андрей часто его приводит пример москва 2017 там показано одновременно и о рекламе какая-то часть и о том как да и именно вот о тонких сущностях то есть первая часть фильма там тоже определенная такое показана система влияния на общество когда нужно было допустим продать какую-то жирную еду но люди же не хотят становиться больными иметь лишний вес они же понимают что это не позитивно да какие инструменты прикладываются к тому чтобы они все-таки это потребляли то есть допустим сознание вкладывается фильмы в какие-то в рекламу что быть там с лишним весом это модно это хорошо это сейчас вообще да ну то есть вот такими как вот дети видят дети повторяют то же самое мы когда смотрим на определенные тенденции мы тоже неосознанно можем повторять даже не задумываясь об этом и значит москва 2017 и есть такой короткий рисованный мультфильм лярво ведение начальный курс называется там даже лярво ведение начальный курс лярво ведение там определенная структура даже рассматривается до вот этих сущностей что существуют какие-то такие мелкие лярвы до которые просто там вот склоняют человека к каким-то там кого-то к сладостям кого-то к курению кого-то это есть более серьезные структуры как эгрегоры и так далее такая мысль вот вылетела сейчас тоже хотел здесь какие-то вопросы но мы наверно уже будем завершать да пожалуйста весна лето осень зима и снова весна да хорошо благодарю так вот очень рекомендую эти фильмы посмотреть вы будете более как сказать широко смотреть на мир на то как действительно они управляют и как влияют на нас также есть такая фраза что горе миру не от страстей тем более если этот мир и называется мир страстей мир желаний мир страданий а горе тому через кого эти страсти приходят в этот мир то есть если мы себя не контролируем и позволяем проявлять через себя какие-то такие желания стремления не совсем адекватные и люди вокруг будут еще за этим смотреть мы будем пример какой-то показывать или мы будем по отношению к кому-то проявлять не совсем позитивные вещи то соответственно мы как проводник этих энергий будем нести определенную ответственность это как вот есть труба да через нее родниковая вода проходит это чистая энергия а если через эту трубу пустить какую-то грязную воду то на этой трубе будет вода это пройдет но на трубе останется осадок определенный грязный это как раз таки образ того что если мы пропускаем через себя какие-то вот негативные энергии то они на нас также оседают пачкают нас энергетически и соответственно это ни к чему такому позитивному не приведет поэтому цель сегодняшней лекции было показать какие-то факторы которые максимально влияют на вашу жизнь в целом да и я надеюсь что вы сможете применять к себе применяя к себе определенные инструменты я вспомнил кстати мысль которая убежала применяя к себе определенные инструменты добиться того что вы станете хозяином своей жизни своих поступков своих слов своих мыслей и соответственно вы сможете уже и в этой жизни достичь определенных результатов о которых возможно даже еще не подозреваете и своих будущих жизнях соответственно идти дальше по пути развития это принесет максимальное благо как вам так и всем вокруг и миру в целом да что хотел бы дополнить вот прошу прощения выскочила мысль мы говорили о нижних центрах какие инструменты нам применять до прошлого но если у нас доминируют определенные качества жадности качество существует такое понятие как как сказать неразделенная любовь на когда человеку просто сохнет по какому-то человеку по-другому да это считается тоже определенная сущность которая доставляя страдания человеку забирает у него энергию и питается этой энергией то есть человек страдает постоянно думает о другом человеке там так скажем эти люди допустим не по какой-то причине не могут быть вместе или как один любит другой не любят да такая известная история то лярвы питаются вот этой энергией страдания гавах он еще называется да выделяется энергия человек страдает лярва кушает эти страдания и чтобы избавиться от этого от жадности на уровне манипура чакры и от какой-то нездорового чувства любви от этого которое может человека довести вообще до летального исхода даже то применяет такой инструмент шаткарм как кунжила тоже соленая вода соком лимона иногда делается и выпивается и выводится затем из себя также прочитать пожалуйста если кто-то не знаком еще кунжила и есть такая методика как гаджи карани тоже очень такая действенная методика тоже ознакомьтесь пожалуйста если вдруг не слышали вот что касается таких внешних инструментов по воздействию скажите пожалуйста есть какие-то вопросы а кунжила и гаджи карани нет когда шанкопракшалом выполняют раствор соленой воды проходят через весь пищеварительный тракт через весь организм а это просто да вы выпиваете и выводитесь да более подробно можете ознакомиться много статей на эту тему что когда грустно это не разделен любовь вроде бы логично было включить что-то веселое посмотреть но вот многие наоборот включают еще грустную музыку включают еще грустный фильм чтобы еще больше страдания это вот как раз говорит о том что это не совсем человек хочет чтобы еще умножить наоборот страдания вместо того чтобы пойти что-то помогал вот и я например к сожалению да если если человека так скажем оседлали с него просто так уже не слезут кстати физический труд очень помогает также определенные такой серьезный труд то есть это действительно такое средство которое многим помогает если вот вам сказать вы чувствуете что вас какое-то пристрастие нездоровое пожалуйста да если мы этот спектр меняем на более позитивно то есть так называемый сатва то лярва не любят эту энергию они не будут ей питаться но наше время в эпоху калиюги в сансарии очень трудно удержать сатвичную энергию к сожалению у вас какой-то вопрос человек чтобы не было праздности он должен себя чем-то постоянно занимать и тогда соответственно этим лярвам и этим субстанциям нечем будет питаться то есть если он свою энергию направляет то есть важно благодарю вас за вот это кстати дополнение тоже можно о многих аспектах рассказывать но вот это важный аспект то есть если вы сохраняете свою энергию важно понять куда ее вложить теперь то есть энергия она все равно не будет постоянно накапливаться она стремится к движению и мы разговаривали об инструментах сохранения энергии важно также найти дело в которое вы эту энергию будете вкладывать если вы будете вкладывать как вы говорили вот так вот бегать целый день там что-то какими-то делами да 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 у нас как мужчины такие женщины потому что у всех по-разному складывается же мы как бы все по-разному действительно живем и от этого к сожалению да мы не можем освободиться потому что это наша жизнь кстати с чего складывается наша жизнь она складывается не только из духовных практик но и к сожалению из практик материальных то есть это не только получение денег но и обеспечение себе некого уровня комфорта потому что мы же не будем как извините свиньи да несмотря на то что свинья считается довольно чисто плотным животным но мы должны себя поддерживать на определенном уровне как и в чистоте тела так и в чистоте своей дома как-то кого да конечно я соглашусь определенный уровень комфорта должен быть но главное вот грань видеть да то есть не посвящать все материальным ценностям каким-то но я больше хотел акцентировать внимание на том что вы сначала сказали то есть вот вы бегаете до вас энергии потом не остается в конце дня то есть это говорит о том что вы вложили свою энергию какие-то дела и ляр вам с вас нечего взять вы устали уже все то есть если человек занимается какой-то деятельностью у нас в клубе например если люди которые пишут статьи и которые там снимают видео какие-то или какие-то еще вещи совершают они целый день это делают и так скажем эта энергия могла уйти также на пристрастие их могли развести там на какое-нибудь сладкое на что-нибудь там поесть побольше или что-то еще но они вкладывают всю энергию в дело это принесет будущем благие какие-то заслуги там благую карму даже да это во первых поможет другим людям и они в это вложив эту энергию также устают к конца дня и из них просто нечего взять и лярвы тоже соответственно не задерживаются здесь потому что честно взять он всю энергию в благо вкладывает как бы проще найти того кто собой не занимается опять же и и к тому что вот я говорил в начале лекции что давно не ощущал такого тяжелого состояния как перед этим семинаром то что когда приоткрываешь какую-то такую определенную энергетическую завесу на тебя тоже определенной степени влияют сущности в эти да они же тоже как сказать вот они на ком-то сидели кто-то человек не осознавал этого да тут ты рассказываешь что он может изменить свою жизнь и он может более качественно более благостно для других прожить эти сущности думают кто это там такой умный давайте мы к нему сходим и посмотрим не обязательно но я к тому что существует определенное такое влияние до что я хотел это лекция прочитать на действительно тяжело и от других людей слышал что когда эту тему поднимаешь тебе приходят такие серьезные испытания и я сегодня вчера и сегодня я ощутил полностью вообще поэтому я вас благодарю за внимание и благодарю за то что получилось все таки как-то рассказать совместными усилиями и у нас небольшой перерыв и мантра он как раз поработаем с энергиями с нашими завершение